Все для победы! Государственная инспекция труда по Крачево-Черкесии передала 4 автомобиля для отправки в зону спецоперации. Хорошее качество, урожай чувствуется. По оценке Минсельфоза России, 150 миллионов тонн зерновых в этом году вырастили аграрии нашей страны. К всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» присоединилась и к Крачево-Черкесии. Самым активным ребятам вручили дипломы. Он прожил всего 27 лет ярких и трагических в рубрике «Наше наследие» о легендарном герое Крачево-Черкесии Джаттае Байрамукове. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» и Крачево-Черкесия. Государственная инспекция труда по Крачево-Черкесии передала 4 автомашины для отправки в зону СВО. Эксперты из Народного фронта по Крачево-Черкесии осмотрели состояние автомобилей, которые представители ОНФ передадут нашим бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Теперь по распоряжению правительства России, органы власти, государственные корпорации и предприятия могут неиспользуемую технику направить в проект Народного фронта «Все для победы». По словам руководства госинспекции труда республики, все четыре автомобиля в хорошем состоянии прошли техосмотр и совсем скоро будут доставлены нашим военнослужащим. Мы с вами знаем, что это очень востребованная позиция, потому что буквально недавно у нас тоже просили технику. Гражданская техника, к сожалению, там тоже попадает под бомбежки, уничтожается и так далее. Для быстрого передвижения вот такая техника, особенно как Нивы, полноприводные, она действительно нужна. Мы очень рады, что вот такая первая ласточка у нас в республике, мы уже четыре машины готовим к передаче. Значит, у нас техника на сегодняшний день, она исправна, прошла предварительно, ТО прошла. ПТО, значит, никаких серьезных нареканий нету, вполне готовы для дальнейших целей и задач поставленных государством. У нас из виды техники получается три Нивы и одна шкода Октавия. В селе Даусул с Деленчукского района появится современный детский лагерь с учетом условий отдыха для маломобильных детей. Об этом сообщил глава Крачева Черкесии Рашид Семрезов. Наша республика вошла в число победителей конкурсного отбора, который проводился в рамках программы модернизации инфраструктуры Организации отдыха детей и их оздоровления, разработанное по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этой победе в Зеленчукском районе на территории действующей базы отдыха Сосинка появится детский лагерь на 100 мест, строительство которого планируется начать уже в следующем году. Новый проект предполагает круглогодичное пребывание школьников, в том числе маломобильных детей. Здесь ребята смогут не только отдохнуть на свежем воздухе и завести новых друзей, но и многому научиться. Очень важно, что все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера будут проводиться под контролем медицинских работников. В этом году, несмотря на санкции, недостатка в растительном масле, мясе и хлебе в стране точно не будет, говорят в правительстве страны. По оценке Минсельхоза, урожай зерновых в этом году составит 150 миллионов тонн, около 100 миллионов из них – это пшеница. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Фортуна» в Прикубанском районе наряду с пшеницей выращивают и другие сельхозкультуры и уже убирают урожай. Алибаташев подробнее. Сорт Алексеевич дает хороший урожай, урожайность 60-70 цельного. Качество хорошее, урожай чувствуется, говорит главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства «Фортуна» Руслан Узденов. В этом году хозяйством было засеяно 780 гектаров пшеницы, 300 гектаров рапса, 260 гектаров свеклы, 700 гектаров кукурузы. Посевная далась нелегко, считает глава хозяйства «Фортуна» Альберт Узденов. По маслу в сельском хозяйстве не бывает. Были сложности, были трудности. Осенние посевы мы не могли заходить. До ноября месяца залило нас так, что сеялка не идёт, каток не идёт. Вынуждены были сеять аж в декабре. Я последний сев закончил в январе. Возросли цены на семена и удобрения, причём по некоторым позициям в несколько раз. Фермер использует только элитные сорта семян. Главное, чтобы урожайность была высокая. 500 сетнеров взял с гектара. Бывает, если посею, такие есть сорта. 800 сетнеров даёт, но сахара мало. А я беру сорта. 500 сетнеров даёт, но сахар больше там. Автопарк состоит из европейской и отечественной техники. В этом году с посевной справились успешно. И урожаем довольны. В этом году нам повезло. Пшеница росла, как на поливе. Хорошие результаты дают. Отдельные поля дают и 70 сетнеров, где-то 50 сетнеров, где-то 60 сетнеров. Но урожаем довольны. План выполнен. Фермер широко пользуется льготами, предоставленными государством для поддержки сельхозпроизводителей. В частности, субсидии на некоторые виды семян. А также кредитные линии в Россельхозбанке, предоставляющие до 30 миллионов рублей в год под 5% годовых. Земледелие – зона особого риска. Паводки, град, засуха могут перечеркнуть все планы. Но ничего не поделаешь. Мы уже состоялись и должны двигаться вперёд. Убеждён Альберт Узденов. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердеев. Вести Карачаево-Черкесия. Прикубанский район. В эти дни в Черкесске продолжается всероссийский боксёрский турнир памяти известного тренера Александра Степановича Давыдова. Разумеется, спортсмены из 27 регионов приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы в первую очередь посостязаться и определить лучших. Но сегодня они нашли возможность и время, чтобы посетить значимое для жителей республики место, а отдали дань уважения воинам прошлых лет. На Аллее Славы в Черкесске более сотни человек почтили память героев Советского Союза и России, возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. А представители команды из Луганской народной республики также посетили памятник лётчику Канамату Баташеву, погибшему в ходе специальной военной операции на территории нового российского региона. В первую очередь мы хотим почтить память героям Великой Отечественной войны и герою специальной военной операции, так как эти герои сражаются за нас, за Россию, за будущее России, за будущее страны. Для вас, как для представителя Луганской народной республики, наверняка ужас войны знаком, как никому другому. Да, я участник специальной военной операции. Сейчас в данный момент привез спортсменов на соревнования. Зарядка со стражем порядка. Сотрудники МВД по Карачево-Черкесии присоединились к всероссийской оздоровительной акции. Полицейские совместно с общественниками от советов при территориальных органах проводят спортивные занятия для детей в общественных местах, образовательных организациях и летних лагерях. Цель акции – пропаганда законопослушного поведения, здорового образа жизни. И приурочена она была ко дню физкультурника. Ахмат Калкечев продолжит. Площадкой для старта акции на территории Карачево-Черкесии полицейские и общественники выбрали детский летний лагерь «Лесной». На утреннюю зарядку с бойцами спецподразделения «Гром МВД по Карачево-Черкесии» и сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району вышли более 100 ребят и вожатых. Работа практическая с детьми, она как бы рассчитана на долгую перспективу. То есть дети приобщаются к здоровому образу жизни, в первую очередь, а во-вторых, видят сотрудников полиции в такой атмосфере дружелюбной, общаются с ними, что вызывает в первую очередь доверие. Отсюда уже законопослушное поведение детей. То есть уважение к закону, уважение к сотруднику как к представителю этого закона. Полицейские продемонстрировали школьникам приемы боевого самбо по задержанию преступников. Стражи правопорядка также рассказали о том, как обезопасить себя от преступных посягательств и быть в хорошей физической форме. Это было очень интересно. Я бы хотел сказать большое спасибо тем, кто пришли сюда и сделали это мероприятие для нас. Ведь это может очень сильно помочь в дальнейшем детям. Я буду защищать слабых и заступаться за девочки, за слабых. В продолжении темы «Здорового образа жизни» у первополномоченной Управления по наркоконтролю МВД Республики Амина Хакунова рассказала подросткам о вреде наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством за незаконный оборот. На что основным акцент делался в коллекции? Чтобы вообще наркотики не употреблять, никогда не брать ни у кого и так далее. Соблазм был? Соблазм нет никогда. А чем это опасно? Опасно. Ну, не хотелось бы, как Майкл Джексон, умереть от передоза наркотиков. Представитель общественного совета при МВД по Крачаево-Черкесии Марк Кириенко, ветеран подразделения специального назначения, руководитель спортивного клуба военно-педагогического воспитания молодежи Калибри, дал возможность детям продемонстрировать навыки стрельбы из пейнтбольного оружия. К ТИРу всегда интерес лучше высокий, потому что в каждом ребёнке есть момент азарта. Это всё равно идёт вовлечение детей. Дети кто-то зажгётся, кто-то построит свои планы и получат, может, не всё запомнят, но получат полезную информацию. Кроме нас, никто им не покажет, не объяснит, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Это очень важно. Подобные мероприятия проходят во всех районах республики, если говорить о Крачаево-Черкесии. Но акция всероссийская и проводится в масштабах всей страны. Было очень интересно, впервые попробуйте пострелять. Сколько попаданий? Три попадания было. А из каких я не помню, я не читала. Ну, хотелось бы пойти на военное, но, думаю, меня не отбьют от родителей. В завершении спортивного праздника полицейские и общественники вручили дипломы самым активным ребятам. Ахмат Фалкечев, Мухаммед Ашебуков, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. А сейчас рубрика «Наше наследие» о сегодняшней рассказе о легендарном герое Карачае Джатай Байрамукове, Шерифат Лепшокова подробнее. О Джатай Байрамукове широко стало известно лишь в Новой России. Больше 70 лет его имя было предано забвению. Справедливость восторжествовала лишь в 1994 году усилиями Карачаевской общественной организации «Джамахат». А уже в 2000-х здесь, в Карачаевске, Джатай Байрамукову установили памятник. Его имя также носит местная школа, на территории которой расположен монумент. Названа улица, установлена памятная стела на родине в Хурзуке. Память о нем – еще одна черта, характеризующая народы Кавказа. Человек беспримерного мужества и храбрости, плоть от плоти своего народа, отдавший за него жизнь, не будет забыт, даже если о нем не будут упоминать долгие 70 лет. Джатай Байрамуков – тому пример. Он прошел всего 27 лет, ярких и трагических. Старше в многодетной семье мальчик рано остался сиротой. С юных лет познал тяжелый труд, помогал отцу по хозяйству, пас скот, не переставая посещать местную школу. Шли годы, наступил 1914 год. Война. Дошла на и до горного аула Хурзук. Кавказцы не были военнообязанными, но тысячи горцев сражались в рядах дикой дивизии. Рвался в бой и Джатай Байрамуков. Не достигший призывного 21-летнего возраста, он приписал себе год и добровольно ушел на фронт. Судьба хранила отчаянного храбреца. Он совершал смелые вылазки. Один ходил в разведку. С поля боя ползком под пулями вынес тяжело раненого боевого товарища Мухаджира Лиева. За заслуги отважного горца наградят георгиевскими крестами и зачислят в почетный конвой. Но служба в тлу не для него, и он снова в бою. Участвует в знаменитом русиловском прорыве. Домой юнкер Джатай Байрамуков вернется полным георгиевским кавалером. Больше ста лет прошло с того времени. Помнят ли потомки о славном сыне Карачае? Он один из самых сильных представителей оландского народа. Джатай Байрамуков яркий представитель карачаевского народа, герой. Конечно слышал. Это полный кавалер царских времен. Мне что интересно, его судьба очень трагическая. Он был и за Умаралиевым, и готов был за нашу советскую власть. И где-то видел, что некоторые парни в кожанках, маузерами, глупости где-то с этим соврали. И вот у него в то время такое шатание было. Где-то борщ делал, но потом как-то пришли и быстрее-быстрее начали затирать. Тем временем на дворе был 17-й год. Повсюду разруха, бандитизм. Видя, как простые люди страдают от разбойничьих шаек, Джатай Байрамуков по решению старейшин организовывает отряд самообороны для несения караульной службы и борьбы с преступностью. Имевши боевой опыт, он основательно берется за дело. Слова Джатая шла далеко за пределами Карачая. Он в одиночку предотвращал грабежи и убийства, не расставаясь со своим легендарным ручным пулеметом. Простые селяне находили у него защиту. Помогал он и пастухам, возвращаями угнанный скот. В своей книге о Джатая Байрамукове автор Шамиль Бачаев описывает воспоминания сейта Ахмата Эбзеева, прожившего 105 лет, и встречавшего Джатая в 20-летнем возрасте. Аксакал отмечал не только мужество и справедливость героя, но и его верность кавказским традициям. Молодой человек был сдержан, тщательно обдумывал каждое слово. К нему с уважением относились старшие. Джатай Байрамуков не мог принять объявленный новой властью массовый террор с расстрелами и прудразверсткой, и он оказывается в противоборствующем лагере. Но и там не находит справедливости и возвращается домой. Влиятельный революционер Умаль Алиев хочет использовать огромный опыт бесстрашного карачаевца во благо новой власти. Но маховик террора уже запущен. Самостоятельный, пользующийся авторитетом Джатай не нужен большевикам. Убийца находит его на коше. В холодный февральский полдень в горах раздаются предательские выстрелы. Есть детальные подробности того часа. Верхнюю одежду Джатая один из преступников тут же надел на себя. Тугое, не снимающееся золотое кольцо было взято вместе с пальцем. Убийцы надеялись, что никто об этом не узнает. Но на весь Карачай и через сто лет раздается народная песня плач о храбром, справедливом Джатай, умевшем воевать, любить, стоять за людей и быть беззащитным перед предательством. Через музей общество выражает свое отношение к истории и культурному наследию. Собирая и храня по крупицам материал, сотрудники музея ведут большую научно-просветительскую и образовательную, а также воспитательную работу. Из музея в Альбургане репортаж Альбина Ламкова. И рассказы наших мудрых предков зажгли во мне любовь к родному краю и прошел по жизни с мудростью веков, пламенем любви сгорая. До сих пор горю этим пламенем. Физик и астроном по образованию. По призванию хранитель истории и этнографии абазинского народа. Мухаммед Тука вот уже 43 года собирает старинные вещи и пополняет музей необычными экспонатами. Любовь к истории и все, что с ней связано, притягивала Мухаммеда еще в детстве. Он с огромным интересом слушал рассказы старейшин о родном крае и о его людях. Первая находка Мухаммеда Тукова – деревянное крошило. Я еле-еле выпросил это крошило, она плакала. Это крошило принадлежало свекрови моей свекрови. Крошило было изготовлено в 1830 году. Именно оно и стало поводом для создания историко-этнографического музея. В начале своего пути все экспонаты хранились дома. Затем выделили класс в школе, оставив одно любимое дело – преподавание. Мухаммед Туков занялся другим, не менее любимым. Пополнял музей экспонатами и на специально отведенных занятиях рассказывал школьникам об истории их предков, о том, чем они занимались и как жили. По программе учащихся пятых, шестых классов имеются возделывание кожи, возделывание шерсти, кузнечная работа и тому подобное. Когда у них такие работы, то есть уроки, заранее предупреждают учителя, я лично провожу эти уроки здесь. О музее в Ульбургане узнали многие. Интерес к любимому делу у Мухаммеда Тукова вырос. Здесь хранитель истории часто принимает гостей. Ко мне очень часто приезжают гости из-за рубежа. В прошлом году, например, с Франции приезжала одна женщина. С началом учебного года, с 16 августа, вы уже являетесь седьмой делегацией, которая посещает мой музей. Ну, конечно, Мухаммеду Шамсудиновичу есть что рассказать и показать. У каждого экспоната свой раздел. Есть даже вещи, которым более четырех тысяч лет, говорит Мухаммед Туков. Многие он сам восстанавливал, вдыхал им новую жизнь. Мухаммед Шамсудинович показал черкесскую башлык, сшитый его мамой. Представил нашему вниманию разные утюги от обычных железных и сделанных из клыка кабана. Показал, как в древности ими пользовались. А самый ценный экспонат в коллекции Мухаммеда Тукова – бронзовый кувшин. Здесь, видите, надписи вокруг имеются. Эти надписи были найдены при раскопке Майкопского города Дищи 4,5 тысячи лет. Здесь у каждого экспоната своя история, рассказывающая о времени и владельцах, жившие в далекие времена. Со стороны обычный коврик для намаза. Но он имеет свою многовековую историю, связанную с болью, тоской и надеждой о возвращении его хозяйки на родину. В середине XIX века, когда на Кавказе шла кровопролитная война, семья Гумжачевых и Заула Бибердовых на Нербурган эмигрировала в Турцию, затем оказалась в Сирии и потом в Иордании. Перед смертью самая старшая рода завещала своим детям передать коврик на историческую родину. Последнее желание бабушки исполнил внук. И такой удивительной историей обладает каждый экспонат этнографического музея абазинского народа. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия, Абазинский район. В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии проводят активную деятельность по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях нашей республики. О том, как проходят проверки, заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии рассказал нашему корреспонденту Дарья Тендит. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.